Всем доброго времени суток и снова я на вес Амалия в наркотиново зато, посмотрим что тут новое появилось. Строены миллиардами стоят стулья, ну какие хорошие идеи. Мы приехали в наркотиново зато, здесь такой вот вход наверное, Merry Christmas. Как будто фотоаппарат прознающий гварда. Прикладка Беракла. То есть это Беракла? Беракла? Да. Так, я вам вставила кусочек звука, как громко звучит музыка, вообще радио включено в магазине, Меркотиново зато, чтобы вам было понятно, естественно я озвучу уже после того как. Я сейчас рассматриваю витрины, витрины с мелким товаром, мне приглянулись вот эти ножницы, но, к сожалению, я их не купила, они были кривоватые. Как видите, всякая мелочевка, серебряная, посеребренная, металлическая, вот такой интересный орехокол, кстати, и открывашка в одном лице. Думала купить, но купила другой, потом в конце вам покажу, какой я купила. А мы идем далее. Вот такие вот две вазочки, изначально я подумала, что это подсвечники, но нет, это две вазочки. Лимош Кобя, 33 евро. Далее, как вы видите, шкатулка Велерой Бок. Вообще, в таких стеклянных витринах продают всякую мелочевку. Вон вдалеке стоит сахарница, совершенно разный товар, и хороший, и не очень, и очень дорогой, и совсем недорогой. Все вместе, как коврица, смешалась куча кони-люди. Смотрите, вот такие вот симпатичные ангелочки. Вдалеке, как видите, красивый такой чайник. Все вместе. Даже бутылки из-под кока-колы стоят вдалеке. Вон вазочка тоже Лимош. Дальше просто витрины с недорогим товаром, скажем так, стаканы, бокалы. Очень много стекла, далеко не все хрустальное. Тарелки тоже оставляют желать лучшего. Ну, показываем вам все как есть. Как видите, разные формы, разного производства. Есть Бавария, есть местного производства. Вот такие вот чашечки симпатичные Бавария, 4 штуки за 13 евро. А вот совершенно обычный в клеточку. Далее, вот такая вот вазочка. Я сначала подумала, что это для колец, но потом прочитала, что это пепельница по Зачейнере. Вот такой набор чайник, сахарница, сливочник и кофейник. Стоит 39 евро. Кстати, свой я купила за 16. Далее, вот все еще стоит эта свинка-копилка огромная. Сейчас она стоит 8 евро. То есть, ну да, уже со скидкой 8 евро она будет стоить. Два кольца для салфеток, салфетницы. Ну, всего лишь два. Если бы было побольше, можно было подумать. Ну, а два это очень мало. Далее, вот такой котелок мне понравился. Мне безумно нравится. Знаете, вот я вижу рекламу всякую. На стенах висят вот такие вот кастрюльки, всякие ковшики. Смотрится очень круто. Ну, мне некуда вешать. Далее, вот такие вот подстаканники. Евро 70 они стоят. Подумаю насчет них. Двигаемся дальше. Переходим к посуде белого цвета. Вот два подсвечника красивых, больших. Тарелки. Много всякой посуды. Вот мое внимание, я обратила внимание на вот этот вот сливочник. Но дороговато. 28 евро оставила. Мне, конечно, нужна была форма для выпечки, но здесь я не нашла. Вот хороший чайник на подставке. Сюда можно вставлять свечку и чайник будет все время горячим. Чай внутри. Заварка. Но здесь большой дефект. Одна нога поломана. 44 евро. На него уже действует скидка 50%. Но, к сожалению, он поломан. Далее, вот эти зеленые стаканы с графином. Посмотрите, кожаные вставки и львы. Очень интересно, но 44 евро дороговато. Опять стаканы. Это я уже подошла с другой стороны. Смотрю их, может что-то пропустила. Чашечки, тарелочки. Хотелось бы себе бокал из разноцветного стекла, но увы, они тоже здесь стоят дорого. Далее переходим к витрине с более дорогим товаром. Посмотрите, какая красивая девочка фарфоровая. А вот какая-то колба, ваза. Не знаю что. Очень красиво. Здесь уже такое все подороже, скажем так. Есть мейсон и вот эти бокалы из цветного хрусталя. Мне безумно нравятся. Они стоят 11 евро, но они практически все щербатые. То есть все имеют изъяны. Хотя и форма, и цвет красивый. Как видите, есть фарфоровые статуэтки. Есть красивые сервизы. Чашки, вилки, ложки, но не дешевые. Вот такой кофейно-чайный сервиз. Но мне не очень нравится. Вот это вот для яичек очень хорошая штучка. Но мы, к сожалению, не так часто едим вареные яйца, поэтому я ее ставила. Далее, вот видите, вилерой бок. Что еще здесь интересно? Вот такая красивая тарелка с росписью. Дальше вазочка из муранского стекла. Как видите, синяя. Очень много статуэток. Вот тоже вазочка из муранского стекла. Кстати, на нее действует кикапсид процентов, но она внутри щербатая. Не внутри, извините, снизу. Вам не видно. Но у нее есть дефекты. Далее, вот такая маленькая вазочка. Мейсен, по-моему, называется. 80 евро она стоит. Ну, скажу, не дешево. Головы фарфоровые кукольные. Вот подсвечник, но один вилерой бок. Двигаемся далее. А, вот эта лампа мне очень понравилась. Очень классная. Она сейчас стоит 89 евро. Но на нее действует также скидка 50 процентов. И получается 45. Очень красивая. Внутри такие зеленые стеклышки. Дальше. Вот эта вилерой бок ваза. Битая. Красоты. Огромная. И, кстати, стоила дешево. Но у меня ваз очень много. Я не хочу, чтобы у меня муж было много за эту вазочку. Давайте. Дальше. Вот такой красивый тоже сервиз. Кофейно-чайный. Далее. Шкатулка вилерой бок. Вон очень красивая чашка. Но я не поняла, чего производство. Далее. Вот эти тарелки. Кстати, вот эти тарелки я думаю купить, когда на них будет скидка. Они мне нужны. Опять тарелки. Ну, не знаю. Вот так точно. А все еще стоит вот этот антипастьера. Тарелка с крышками. Ну, она не очень удобная. Вот посмотрите на этих мальчиков в карете. Вот это очень красивая. Две вазочки. Не знаю, амфоры. Я сначала подумала, это одна вазочка. Но нет. Это все вместе. Это каминные часы. Две каминные вазы. Стоит 278 евро. Ну, вот смотрите, какая красивая тоже подсвечник. Картины. Мне очень понравились вот эти два стула. Обалденной формы. А вот этот столик, кстати, ничего вроде особенного. Но стоит 170 евро. Посмотрите на вот этот вот, не знаю, кувшин графин. Дорогущий. Это все такое очень дорогое. Это копия. То есть, значит, два 925 евро. Вот такая вот мадам в бархатном платье за 67 евро. Вот такая маленькая стеклянная витрина. Тоже, кстати, неплохая. А вот эта картина. Вы только посмотрите на ее цену. 13 858 евро. Да. Далее тарелочка. Лимошь. Опять я возле витрин. И опять все очень красивое. А вот бакара. Стаканы стоят 299 евро. А графин, как вы видите, 167 евро. Далее стойки с цветной посудой. Вот симпатичная тарелочка. Но синяя. Мне она вроде как ни к чему. Вот. Я не поняла, что это скатала шкатулка. Ну, тоже не знаю, для каких целей она нужна. На этой витрине опять посуда белого цвета. Вот эта вот форма для выпечки. Кстати, очень прикольная. Мне понравилась. Но маловато. Была бы чуть побольше, я бы с удовольствием ее купила. Для кекса просто замечательная форма. Вот такой вот шарик. Не знаю, для чего. Наверное, вставляются какие-то палочки ароматизированные. Сюда. Что еще здесь интересного? Разные тарелочки, но в основном все по одной. Видите? Ну, одна, две. Вот очень похоже на мой сервис Депос. Но это не Депос. Немножечко другая серия. Далее мы перешли к стойке с желтой посудой. Скажем так, не желтая, а в желтых тонах. Вот такое вот красивое кашпо. Достаточно тяжелое. 38 евро. Большое. В общем-то неплохое. Но мне пока не нужно. Как вы знаете, я посуду для перепродажи не покупаю. Потому что это такой товар, знаете, бьющийся, ненадежный. Так что смотрю только для себя. Посмотрите на вот эту вазу. Сейчас я вам ее покажу поближе. Ну, это все такая ширпотреб. А вот эта вот ваза, здесь вишни как будто настоящие. Правда, они немножко грязные, но выглядят очень шикарно. Вот такой набор сливочник и кофейник железный. Как видите, даже железные банки продаются. Дальше тарелки. Мне нужны тарелки, как я говорила, глубокие. Но ничего хорошего я, к сожалению, здесь не нашла. Перед тем, как показать вам свои покупки, хочу вам показать свою елочку. Вот такая у меня настоящая натуральная елка. Звезда верхушка. И все игрушки у меня практически стеклянные. Я очень люблю стеклянные игрушки. Мне безумно нравится вот этот шар и вот этот вот, как мыльный пузырь. Не люблю пластик ни в чем не люблю пластик. Ни в елочных игрушках, ни в посуде, ни в тарелках. Ни в чем. Стараюсь не покупать пластик. Ну, а теперь, собственно, о покупках. Давайте начну с антипастера. Это вот такая вазочка. Я искала себе антипастеру, потому что она для меня очень актуальна. Хочу купить еще вторую. Потому что, как правило, много закусок используется в Италии. Она на такой ноге. Я изначально в магазине, я увидела женщину передо мной схватила красивую антипастеру и в середине была такая крышечка. Я расстроилась, но потом чуть позже нашла вот эту. Обрадовалась. Она мне обошлась 5 евро. Мне нравится, что она на ноге. Сейчас я вам покажу. Вот сзади, снизу приклеен фетр. Объясню, для чего фетр. Извините, это уже цуми тут у меня прилипло. Объясню, при чем фетр. Потому что, когда деревянные столы, чтобы не царапались столы вот этой железной ногой, приклеивают фетр. Его не видно, в общем-то. Но работает функционально хорошо. Вот такая антипастера. Как видите, здесь есть разделение на секции. Она хрустальная. Далее, если кто слышит звуки воды, хлюпанье, это цуми пьет водичку. Вот она. Если кто соскучился. ЦУ! Что-то уже живет. Здравствуй, скажи здравствуй, поздоровка себе. Продолжим. Дальше я купила вот такие вот подстаканники и подбутыльницу, скажем так. Почему купила? Ну, мне как-то всегда хотелось. Знаете, это какой-то такой странный немножко аксессуар. Не аксессуар. Такая деталь. За столом. Как видите, здесь нарисован виноград. Я их уже начистила, натерла, отмыла. Ну, купила, потому что было очень дешево. Их здесь 6 штук. Сейчас объясню. В магазине они стоили евро 70. Евро 70. Но так как в этот день была еще скидка на них 50%, они, естественно, мне обошлись в 87 центов. Но я решила, почему бы и нет, почему бы не купить. И купила. Вот эта вот часть сюда вставляется бутылка. А вот сюда на эти подстаканники ставится стакан. Давайте сразу вам покажу вот этот вот бокал. Я давно искала себе бокалы такой формы. Для меня они актуальны. Почему? Потому что здесь можно, сюда можно наливать и просека. И делать какие-то коктейли красивые. И при этом еще можно класть сливки, фрукты, мороженое. Очень актуальная вещь. Я купила таких бокалов 10 штук за 10 евро. Вот такая вот красота. Очень довольна. Искала долго именно такой формы. Всегда было ли дорого или какие-то не очень красивые. Но эти мне нравятся. В общем-то я довольна. Далее. Идем далее. Вот это вот салфетница. Хрустальная салфетница фирмы Богемия. Сейчас я вам покажу. Есть даже бирочка. Одна отклеилась, осталась вторая. Вот такая салфетница. Была совершенно новая. Мне она очень актуальна. Мне нравится ее форма. Сюда влазит очень много салфеток. Рыбку, если кто помнит, у меня была рыбка. Есть рыбка. Я ее продаю. Мне не очень удобно, потому что она немножко изогнутая. А это ровная, прямая, достаточно широкая. Мне удобно и очень нравится. Я довольна. Купила ее за 3 евро. Далее, как вы видите, такой большой орех грецкий. Это орехокол. Я увидела его, показала мужу. Масима, он говорит, да, классно, очень интересно. Бери потом. Может не надо? Ой, ну ладно, бери. Короче, 3,60 он нам обошелся. Вот такой орех. Внутри посмотрите, какой такой золотой. Очень удобно. Во-первых, можно колоть разные формы орехи и размера. Во-вторых, шкарлупа вся падает вовнутрь. Не приходится каждый раз убирать. И в-третьих, я не зажимаю пальцы в орехокол. То есть, получается, закрываю, прижимаю сильно и орех раскалывается. Очень удобно. Красиво, кстати. И практично. И последняя покупка, это вот такие вот стаканы. Как мой муж говорит, стаканы, тарелки, тарелки, стаканы. Вот такой вот стакан. Мне нравится форма. И, во-первых, тоже я купила их очень дешево. Их 6 штук. Они хрустальные, как видите. Ну, может... Нет, в принципе, удобные. Удобные. Что еще сказать? Я довольна покупкой. И они мне обошлись тоже в 3 евро. Вот и все покупки на сегодня. Всем удачи, хорошего настроения. Еще ко мне придут свинты, тарелки и вилки с ложками и ножей. Я вам все обязательно покажу. Я готовлюсь к празднику. У нас будет много друзей. К нам будут все приходить, уходить. Будет много людей. Все буду показывать. Торет, кстати. А Gigi-H П셨 했.